Как называется этот цветок? Маргарита. Маргарита. Как ты возьми, давай, пофой? Ну, давай. Доброе утро, мои прекрасные зрители! Приветствую вас! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сейчас время примерно 10-10-15. Я оставила своих завтракать. Завтрак приготовила до пробежки. Потому что я знала, что сразу поеду на рынок, не переодеваясь. Это гораздо удобнее, чем, в общем-то, заходить, завтракать и потом снова посвящать какой-нибудь хороший час тому, чтобы съездить на рынок за рыбой. Я уже рассказывала и показывала, что во вторник рынок был. В среду рынок, который традиционно проходит в Аббана, он тоже был. И сегодня четверг, сегодня рынок в Монте-Гротто. И он снова разрешен, он снова будет. Единственное, что сейчас мы посмотрим, если вы увидите, если я увижу, что рынок на какие-нибудь 30% не заполнен, какие-то торговые места пустуют, необходимо помнить, что февраль, а также август – это традиционный период отпусков, прежде всего для людей, которые занимаются рыночной торговлей. Потому что традиционно так. Вообще на протяжении февраля очень многие закрываются отели. Я тоже об этом не знала, мне казалось это странно. Мне казалось, что самый разгар туристического сезона должен быть, уж по крайней мере, в феврале. Но, тем не менее, очень многие отели закрываются, моются, проводится генеральная уборка. И, повторюсь, это никак-никак не связано с той обстановкой, которую я освещаю также на своем канале, с тем, что был обнаружен коронавирус в Италии. Могу сказать, что если вам интересны мои обзоры, которые я делаю прежде всего на основе прессы, которую я читаю и перевожу в моменте, эти видео теперь будут выходить на другом канале. Это связано с определенными техническими моментами. Все эти видео, когда пройдет шумиха о коронавирусе, я думаю, что она пройдет через какой-нибудь месяц, полтора, ну максимум два, все эти видео будут удалены с обоих каналов, потому что я не хочу, чтобы эта тематика оставалась, скажем так, в истории моего канала. Достаточно грустная, печальная тематика, я ее освещаю, потому что очень многие меня спрашивают в комментариях, и я поняла, что как человек, живущий в Италии, я буду получать большое количество вопросов, потому что, насколько я поняла, очень многие действительно собираются в Италии, были запланированы поездки, и моим зрителям, конечно же, интересно узнать информацию из первых уст, что называется, от человека, который здесь живет, здесь находится. Могу сказать, что все очень спокойно. Мы были на пробежке, сегодня солнечный день, сегодня гораздо больше людей в те же самые 9-9.30 утра, чем было в прошлый раз, очень многие заметили, что мало кто гуляет, но это было связано с тем, что было прохладно и было очень туманно, и на видео это было видно. Сегодня же солнечный день, и гораздо-гораздо больше людей, все магазины открыты, никто не носит маски, поэтому, в общем-то, кто-то, конечно же, расценивает это как некую беспечность итальянскую, я же расцениваю это как, на самом деле, достаточно контролируемую и спокойную, спокойную, спокойную обстановку. Ну что ж, дорогие зрители, я на рынке, наконец-то появились перчатки, точнее, развал с перчатками, но моих перчаток, которые мне были нужны, не оказалось. А я заметила вот таким образом выбирающую себе что-то, наверное, красивое и модное, и классное за какие-нибудь 5 или 10 евро, итальянку, скорее всего. Посмотрите, она очень хорошо одета, мне очень понравилось, я считаю, что это красиво, и учитывая, что встретила я ее на рынке, я считаю, что она прямо-таки стритстайлер. Бежевое пальто, красная сумка и, самое главное, самое главное, такие спортивные леггинсы. Скоро выйдет обзор на подобные леггинсы. Я очень-очень рекомендую присмотреться к такому образу, потому что, повторюсь, комфортно и, на мой взгляд, очень и очень современно, хотя также могу подумать, что не многим понравится. Джинсовая рубашка. Почему себе не купила? Сразу скажу, стоила она 35 евро при исходной цене, если я не ошибаюсь, 79 евро. Очень хорошо сделана на рынке, но единственное, что это Патриция Пепа, то есть это фирменная вещь. Не купила себе, да, 80 евро она стоила, не купила себе просто потому, что, ну, есть у меня джинсовая рубашка, и при том, что мне очень нравится сочетание деним плюс деним, я сама, признаться, редко ношу джинсовые вещи. Очень классные прямого фасона джинсы. Ну, наверное, стоило, вот, кстати, джинсы мне купить. Были скини и были, вот, на самом деле, классического прямого фасона, очень красивый деним, качественный. Прохожусь немножко по рынку. Могу сказать, что люди стали внимательнее к тому, что я, возможно, и снимаю. Думаю, что это связано, безусловно, с тем, что многие предполагают, что сейчас событие Венето. Я живу в регионе, куда не рекомендовано ездить. Насколько я поняла, не российскими СМИ, а, возможно, это уже официальная позиция, но и также Испания настоятельно рекомендует своим гражданам воздержаться от поездки на север Италии, как минимум. Хочу показать вам фотографию, которая характеризует... Как в данном случае вы видите, все-таки информацию о коронавирусе. Кстати, вот сводка по тому, сколько заболело, и сводка по тому, сколько человек находится в интенсивной терапии. Если не ошибаюсь, это 37 человек на данный момент. И могу сказать, что, поскольку я недавно была с Габрюшечкой, я рассказывала, делала тоже видео о том, как у него случился бронкосфазм, мы были в Пронтосокорсо. В общем-то, я могу сказать, что люди там всегда так выглядят, то есть у них защитные маски, у них вот такие легкие защитные костюмы. Я, если честно, не уверена, что это фотография сегодняшних дней. Ну и, в общем-то, хочу также успокоить всех, кто наверняка узнал о том, что да, в Италии обнаружены и в Падуе в том числе. В Падуе девочка 8 лет заболела коронавирусом. Хотя, опять же, говорить, что она заболела коронавирусом, это некорректно. Ее мазок на коронавирус оказался позитивным, но ребенок болеет без симптомов. Все дети, которые в Италии оказались положительными на коронавирус, ни один ребенок не госпитализирован с тяжелыми симптомами. Многие находятся в так называемом домичелярном, получается, что это карантин. Ну а кто-то госпитализирован, за кем-то наблюдается. Но все дети находятся в хорошем состоянии, чувствуют себя так же хорошо. Обсуждается возможность того, что если опять отложат школу, дети будут учиться. Так же, как и очень многим, разрешено работать непосредственно. Из дома будут организованы интернет-лекции. Ну и вот здесь я нашла очень интересную статью о том, как одна мама пишет, что все дети, к сожалению, знают, что такое коронавирус. Даже дети каких-нибудь трех лет знают, что такое коронавирус. И могу сказать, что да, мои дети тоже знают, что такое коронавирус. И, в общем-то, эта статья говорила о том, как можно обезопасить собственных детей, прежде всего, не вызывать у них панику всем тем, что происходит здесь и сейчас вокруг. Были даны советы, как в форме сказки, рассказать детям о том, что происходит. Ну и были даны также советы о том, как рассказать ребенку тоже в форме сказки, что нужно делать, чтобы коронавирусом не заболеть. Напоминаю, это прежде всего мыть руки и касаться глаз, касаться лица только чистыми руками. Ну что ж, дорогие зрители, как вы видите, на рынке все как обычно. Единственное, что да, 30% торговцев не присутствуют на рынке, но это, повторюсь, традиционная ситуация. Там же, где рыночные палатки, где рыночные развалы выставлены, там, на самом деле, не протолкнуться. Никто не говорит. Я, кстати, очень долго ждала своей очереди, наверное, потому что я сегодня вот так оделась, когда в красном пальто я много раз рассказывала, тебе предлагают эту рыбку. Да еще, кстати, мне сегодня даже не округлили счет. Тут я, на самом деле, обратила внимание. Всегда, если мой счет составляет 26-30, не знаю, там, 36-70, я всегда плачу ровно столько без центов, сколько мне было объявлено. Сегодня с меня взяли, я уж не помню, сколько с меня взяли, но и центы тоже мне посчитали. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Видео про самомаркетинг обязательно скоро выйдет. И да, сегодня я очень-очень долго стояла вот в таком виде. Очень долго стояла в очереди. Никто не разговаривает про коронавирус, никто его не обсуждает. Хочу сказать своим зрителям, возможно, кто-то не знает, а я этой темой специально интересовалась. Возникло в комментариях вопрос, вдруг человек, вот он болеет, но он еще не знает, что он переносчик коронавируса, и он будет заражать других, а маску не носит. Я могу вам сказать, как мама маленьких детей, которые постоянно болели, а я все время была то беременна, то кормлящая, и никак не могла себе позволить болеть, потому что очень часто я находилась вообще одна со своими детьми здесь, в Италии. Могу сказать, что я специально интересовалась вопросом, как не заразиться от собственного ребенка. Так вот, я узнала, что заразиться можно как раз-таки, когда у человека температура, либо она вот-вот поднимается, но человек уже демонстрирует признаки нездоровья. Он вялый, возможно, у ребенка, поскольку речь идет о детях, уже красные щечки. То есть, по ребенку уже можно определить, даже если температуры нет, что он заболел. Вот в этот период не нужно целовать своего ребенка, если вы знаете, что вам нужно идти на работу, а вы можете оставить его дома с бабушкой, с дедушкой. То есть, вот такие превентивные меры помогут вам не, скажем так, близкого контакта с ребенком, а действительно не заболеть. И могу сказать, 100% проверено на себе, как человек, который был очень склонен к тензелитам раньше, к различным недышаниям носа на протяжении практически последних 7 лет. Могу сказать, что да, вот такие превентивные меры, как не целовать своего ребенка, когда он болен, то есть, не наклоняться к нему близко, не иметь, прежде всего, чтобы вы не имели контакт с ним через слизистые. Это очень и очень рабочий способ. Могу сказать, что я ни разу не зародилась от своих детей, если я соблюдала вот такие элементарные меры предосторожности. Поэтому, отвечая на вопрос о ношении, либо не ношении масок, людьми, которые, возможно, в будущем окажутся положительными на тест, о коронавирусе, сейчас именно об этом все говорят, то, в общем-то, вот такое мое позиция, вот такие мои знания в том, что касается этих вещей. Могу сказать, что людей мало так же и в Падуе. Мой муж недавно по делам был в Падуе. Я попросила его заснять, говорю, покажи Падуе мне. Мне тоже интересно, какая же Падуя. Могу сказать, что да, людей гораздо меньше, ощутимо меньше, но это также связано с тем, что мы живем в регионе, где очень у многих есть либо дома на море, либо дома и на море, и в горах, либо дом просто в горах. Это связано с тем, несмотря на то, что ситуация экономическая в Италии сложная, но очень многие наследуют эти дома и становятся обладателями двух домов. Это совершенно распространенная ситуация здесь в Италии. Это не является признаком какой-то роскоши, иметь дом на море, либо иметь дом в горах, либо и там, и там. Поэтому очень многие просто-напросто уехали, потому что, ну, неделя, неделя дети дома, и детей нужно выгуливать, с детьми нужно заниматься. Это очень сложно сделать в городе, где, в общем-то, все закрыто. И могу сказать, что очень многие просто разъехались. Мы тоже планировали уехать, но достаточно прохладно. Сегодня на пробежке вообще было очень-очень неприятно, очень неприятный ветер. А на море, он, как правило, в этот период как раз-таки достаточно сильный, поэтому мы находимся, где находимся. Но очень многие вполне могли разъехаться, и именно поэтому мало людей, мало людей можно заметить на улицах, допустим, Паду, либо других крупных городов. Ну что ж, дорогие зрители, желаю вам хорошего начала дня, бодрости, хорошего настроения. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.